You crazy mother Вступайте в нашу большой дружную семью подписчиков Я вас всех приглашаю Все, что вам нужно, это просто нажать две кнопочки Лайк, подписка Я вас расцелую, всем вам пожму руку Потому что вы действительно будете молодцами Если вот это сделаете Тянуть мы больше не будем И сразу же будем приступать к самому видео Ну что, ребята, в этой серии мы будем становиться Дэдпулом Я действительно очень хочу посмотреть этот фильм Но у меня, если честно, просто-напросто еще пока времени не было Ребята, если вы ходили на премьеру То напишите в комментарии, понравился ли вам этот фильм или нет И вообще, стоит ли его посмотреть Потому что я действительно очень долго его ждал Но, к сожалению, пока что еще не смог его посмотреть Но мне кажется, что он нереально крутой Поэтому, вдохновляясь этим фильмом Я решил сделать продолжение без модов И стать Дэдпулом именно в этой серии Да, давно мы уже ставали Дэдпулом Где-то офигеть, как давно Но это новая команда про Дэдпула И это вообще перевоплощение Дэдпула, можно сказать Поэтому, ребята, сегодня мы постараемся им стать Что нам нужно в первую очередь, как обычно Нам нужно выдать себе командный блок Выдается он с помощью вот такой команды Которую вы сейчас можете заметить в чате Где я сейчас прописываю что-то, да Выдаем себе командный блок И давайте поставим его вот тут на крыше И он будет тут красиво смотреться Ребята, если вы хотите ссылочку на вот этот город На вот эту карту Напишите в комментарии Я действительно сразу же для вас оставлю Мне не тяжело Просто напишите, хотите ли вы ссылку на вот эту карту Потому что она реально очень даже прикольная Ну что, ребята, мы вписываем команду Знаете что, давайте где-то вот тут поставим Мы сейчас будем вписывать команду Нажимаем на командный блок И вписываем Команда уже находится в описании Вам нужно просто зайти, скопировать И установить ее На какую версию Майнкрафта работает эта команда? Только на версию 1.8.3 Не меньше, не больше Только на вот эту версию Поэтому, ребята, запомните Активируем командный блок И ждем Не очень круто, но все же сейчас мы вернемся Ну вот, ребята, мы вернулись К сожалению, умерли Когда устанавливали вот эту махину Но ничего в этом страшного нету Если она появилась в вот такой форме В вашем мире Майнкрафта Значит, вы молодцы И успешно ее установили Сейчас мы можем прописать возле нее Вот эту команду SetWorldSpawn Для того, чтобы она работала В любом уголке вашего мира Майнкрафта И чтобы ваш Майнкрафт меньше лагал Да Команда установлена И сейчас вы можете стать Дэдпулом Но что для этого нам нужно? Что понадобится? В первую очередь Нам нужно создать рецепт рака Да, как вы знаете У Дэдпула был рак И ученые пытались его исцелить Просто-напросто ускорить его генерацию клеток Чтобы просто-напросто излечить его рак Но в какой-то степени это получилось В какой-то нет Поэтому, ребята, сейчас нам нужно создать рак В первую очередь нам нужно превратить Обычную воду в Aquard Potion Как это называется Поэтому подождем, пока это все превратится Сейчас ждем Ииии Да, все Как видите, у нас получился Aquard Potion И сейчас нам нужно превратить вот эту воду В зелья слабости То есть weakness Но почему-то Те зелья, которые находятся в гейммоде Они не работают Вам нужно создать свое зелье То есть вот таким способом, как сейчас я показываю Вам нужно его создать Я сразу создаю три штуки Ну, дабы просто на всякий случай Создаем И вот так Замечательно Нам нужна только одна штучка Все остальные мы можем поставить в сундучок Что мы будем делать сейчас, ребята Сейчас нам нужно взять И создать рецепт рака То есть все вещи Которые могут вызвать болезнь рак Никому не желаю То есть Это хреново Но все же это команда Дэдпула И это сделано только для того, чтобы Просто-напросто внести некий реализм В эту команду Потому что Чтобы рассказать историю Дэдпула Как он вообще им стал Поэтому, ребята Мы выкидываем на землю Зелье слабости Оно ассоциируется с алкоголем Потом выкидываем уголек Только не вот этот А древесный уголь Где он? Где он? Где он? Где он? Вот древесный уголь Это ассоциируется с курением И также сырое мясо То есть алкоголь, курение и сырое мясо Вызывает рак Поэтому, ребята Вот так мы выкидываем на землю Комбинируем Да ты можешь встать нафиг, пожалуйста Вот Один Два Три И Один Два Три Во! Получилось! Я не знаю, может лагало Но не знаю в чем смысл Ну как видите, ребята Это у нас получились Раковые клетки Да, ребята И сейчас, если мы, допустим Их клонируем И поставим одну раковую клетку Вот сюда В центр инвентаря То мы, ребята Начнем умирать То есть Если мы выключим гейммод То мы, ребята Начнем умирать Мы ставим посередину И вот смотрите Что с нами происходит То есть Видите Нам даются всякие эффекты И мы начинаем умирать То есть Так же, как с Дэдпулом Но На нас Над нами не проводят Никакие эксперименты Поэтому, можно сказать Мы умерли Умерли Но Что нам сделать Для того, чтобы Все же мы не умерли А превратились в Дэдпула В первую очередь Нам нужно создать Дневник Вот этих всех экспериментов Мы выкидываем Незер Стар И выкидываем Десять бумаг И смотрите Что у нас появилось Оружие Икс Файл То есть Икс Файл Это Те же опыты Что подвергли Росомаху То есть Это те же опыты Которые были поставлены На Росомахе Которые так же ему Ускорили Регенерацию Всего Регенерацию Организма В принципе Эти же опыты Были поставлены На Дэдпуле Но Чтобы мы стали Дэдпулом Нам нужно поставить Вот это Топ секрет То есть Нереальный секрет В последнюю ячейку То есть Девятый слот И оставить тут Потом мы выкидываем Дочнее даже не выкидываем А просто-напросто Ставим Еще одну раковую клетку Посередине Пуф И мы уже Ребята Не Умираем А мы уже Становимся Дэдпулом И смотрите Ребята Какой он прям Красавчик Давайте подойдем Вот сюда Чтобы поближе посмотреть Вот так Ребята Крутой Дэдпул Крутой Дэдпул Но Давайте сейчас Мы будем рассматривать Его привилегии Что он в принципе Может делать Вот это уже Можно выкинуть Вот сюда И в принципе Больше ничего Нам не нужно В первую очередь Как вы все знаете Дэдпул Шустрый Быстрый Прыгливый Прыгучий Назвайте как хотите Но В первую очередь Конечно Это Джамп буст То есть Вы можете Намного выше Сейчас прыгать Как вы можете Заметить Вы бегаете Намного быстрее Ну потому что У вас силы дофига У вас выносливости Дофига И у вас просто Много энергии Как видите Это офигеть Какой он сильный Также вы никогда Не голодаете Ну и в принципе Как я уже сказал Это большущая Регенерация здоровья Это все Что вам нужно Вы также не получаете Урон от падения Если мы подлетим Вот сюда Если мы упадем То вы не получаете Урон от падения Потому что Это все таки Дэдпул Ну что ребята Сейчас у нас тут Будут появляться Монстры И мы посмотрим На что вообще Способен Дэдпул Но давайте Сначала рассмотрим Его Конечно же Костюм Это его маска Тут Оу, тут написано то, что его маска Дайте вот сюда Его маска все-таки немного колет его лицо Как тут написано Потом, его пиджачок, да, можно сказать И бумажечка Что тут написано Наверное, ты удивлен Или задаешь себе вопрос, почему я ношу красный костюм Это для того, чтобы плохие парни не видели меня Не видели на мне кровь, да Ну, в принципе, вы знаете, что будет дальше И да, это тот чувак прав То, чего вообще рубит фишку То, что он одел коричневые штанишки Вы уже знаете, откуда это И также потом его ботиночки Где написано то, что Однажды я копнул свой телевизор Он не работал, поэтому я его пнул После этого он сразу же начал работать Ну, в принципе, вот такие небольшие шуточки На костюме Дэдпула Также у нас тут есть катана И написано то, что Представь то, что этот меч не кусается И попрыгает, что-то в этом роде И как вы видите, кнокбек Офигеть, ребят Вы видите, что тут? Вы видите, что тут? Шарпнесс 10 Шарпнесс 10 И кнокбек 5 Офигеть, если честно 18 урона То есть, если мы пнем зомби Смотрите, насколько он далеко отлетает Если еще раз Пум! Мы убиваем любого монстра с двух ударов Это, если честно Офигеть, как круто Офигеть, как круто Да, ребята? А давайте, знаете что? Выключим гейммод И, что дальше? У нас есть оружие Дэдпула То есть, его пистолет То есть, получай там какое бешенство Вампир кровожадный Опа! Во! Опа нафиг! И это, в принципе, его пушечка Мы можем вот так стрелять Бесконечные патроны Поэтому, ребята, вы можете баловаться Этим пистолетом Но все же это действительно очень даже круто И последняя его пушка Это телепортер Такое ощущение То, что это воняет Как будто кто-то телепортировал Буррито с фасолей Вот такая тут Фраза Написана на его телепортер То есть, если мы смотрим в какое-то направление И клацаем правой кнопкой В то время, как мы держим в руке Вот этот телепортер То мы телепортируемся на 25 блоков вперед То есть, смотрите Если мы туда будем держать Вот И мы уже тут Сейчас мы опять туда Ух И мы уже тут То есть, очень быстрое телепортирование Главное, смотрите Чтобы вы не застряли в стене Допустим, если вы находитесь где-то тут Да И вот туда И вы застряли в стене Но все же вы умирать не будете И вы до конца вселенной Застряли в стене Хоть умер... Да, вы будете умирать Но не умрете Потому что это же Дэдпул У него бесконечная регенерация здоровья Можно сказать то, что он Бессмертный Поэтому вы до конца вселенной Будете находиться в этой стене Поэтому, ребята Лучше не нужно А где я вообще очутился? И куда мне нужно бежать? Я, походу, потерялся Или тут где-то Вот Тут, ребята Замечательно Ну что, сейчас мы сразимся с мобами И посмотрим, какой же сильный Дэдпул И что он для нас еще приготовил Ну что, ребята Вы готовы к этому хаосу? Посмотрите, что тут творится И сколько тут различных монстров Но Заметьте то, что в чат Дэдпул в чате иногда Произносит свои фразочки Это зависит от того Сколько много монстров вы убили Или сколько раз вы выстрелили с пистолета Поэтому, ребята Если вы хотите услышать Дэдпула Просто-напросто убивайте Кучу монстров И очень прыгайте высоко Потому что это вам поможет От них скрыться Ох, вот так Ну что, давайте посмотрим Что же Дэдпул нам написал в чат Перед тем, как мы будем с ними сражаться В первую очередь Он написал то, что Я думал То, что мы можем Быть с тобой друзьями Но все-таки Передумал И навалял им всем Вторая его фразочка Ты украл мой последний Сырный Сырную палочку Да, если я правильно перевожу Чиз пафс Это американская Я не знаю, есть ли вообще В Европе Вот это все Американская еда Посмотрим, ребята Я, если честно, не знаю Вот тут, где я живу В Португалии Тут нету Поэтому Чиз пафс Это Можно сказать Сырные какие-то там палочки Еще одна фраза Это Ну, в принципе Это он повторил Одно и то же То, что я думал То, что мы можем быть с тобой Друзьями И опять вот эту фигню То есть Фраз тут очень много Но почему-то он Повторяет Одну за другой Как я знаю Тут фраз В принципе Около Четырех Или пять Даже Или шесть Даже Я не знаю Может это зависит от того Сколько много монстров Ты убьешь Потому что Когда ты спамишь Вот этим Ой, дайте я его завалю Когда ты спамишь Пистолетом То он произнес Произносит Твою мать Произносит Одну и ту же фразу А точнее Их две Поэтому я не знаю, ребята Я не знаю Посмотрим Давайте еще немного Убьем Там есть какое-то Количество убийств Сколько вам нужно сделать Допустим Двадцать убийств И он произносит Первую фразу Тридцать убийств Он произносит Вторую Потом пятьдесят Третью Поэтому я если честно Не знаю Но все же Биться за Дэдпула Это если честно Ой, где ты зараза Где ты Я его убил Нифига себе Как быстро В принципе Можно попробовать Но Мне кажется От этого ничего не изменится То есть смотрите, ребята Они могут нас бить Бить, 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 бить Но Не убьют Потому что мы же Дэдпул Вот так И сейчас Не убей нас Мы же Дэдпул Во Регенерация здоровья Все-таки есть То есть даже лучше Чем у Росомах Я думаю Я не знаю, ребята Вот напишите Кого вы больше любите Дэдпула Или все же Росомаху То есть у них есть Одна Одинаковая способность То есть регенерация И у того И у того Я если честно Ребята Не знаю Вот давайте Устроим небольшой Опрос Какой ваш Самый 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 Любимый Супергерой Не только Со вселенной Марвел А со вселенной DC Universe И Марвел И в принципе Вообще Со всех других Супергероев Кто Вот если честно Для меня Первое место Это наверное Дэдпул Второе место Это наверное То ли Бэтмен То ли Капитана Америка И третье место Я не знаю Мне наверное Нужно подумать Супермен может Вот как видите То есть Больше для меня DC Universe Но хотя Марвел Тоже офигенный Я если честно Тоже люблю И Флэша И Росомаху И многих других Из Марвела Здесь Юниверс Поэтому ребята Для меня Я люблю многих Поэтому напишите В комментариях Кого вы любите А что Самое лучшее Вообще Составьте Ваш топ Топ Три Самых Любимых Супергероев Наверное Многие Выберут Все таки Дэдпула На первое место Я не знаю Для меня Он самый лучший Но Серия еще не подходит К концу Потому что В первую очередь Ребята Давайте посмотрим То что Если вы будете Выкидывать Ваше оружие То оно Ну как вы видите Оно не будет У вас пропадать С инвентаря То есть вы можете Выкинуть миллион Вот этих мечей Если вы их собираете Вы можете Просто-напросто Хранить их У вас В В сундуке На пожарный день Если допустим Я не знаю Вы потеряете Но все же ребята Смотрите Если мы снимаем Свой костюм То все мечи С инвентаря Пропадают Потому что Можно сказать Вы теряете Свою силу Если мы одеваем То опять мечи И пушки И телепортеры В инвентаре Появляются Поэтому ребята Запомните Вот это Что в принципе Я еще вам могу Показать Иди сюда Иди На тебе Прям в голову Хедшотик И что мы еще Можем показать Ребята Вот смотрите Что мы еще Можем показать Это наверное Последняя фишка Но это Лучший Друг Дэдпула Если мы Спавним Любого Виллиджера Кликаем На него То он Автоматически Перевращается В лучшего друга Дэдпула Это Визел То есть Мы можем Купить у него Чимичанга Кто-то сказал Чимичанга Вот смотрите Мы покупаем Чимичангу Ну это Уже такие Знаете Приколы Дэдпула Пошли Это Не то что Прям что-то Там суперское Но все же Как видите Ребята Это лучший Друг Визела Если мы Например Снимем Костюм То он В принципе Им и останется Но допустим Давайте Знаете что Виллиджер Вот Виллиджер Если мы Заспауним Другого Виллиджера Мы будем С ним Трейдить То он Будет Обычным Если мы Одеваем Костюм То он Превращается В лучшего Друга Дэдпула То есть Еще одного Визела Поэтому ребята Запомните Но мне кажется На этом все Потому что Больше я вам К сожалению Ничего не могу Погазать Но мне кажется То что Этого хватит Потому что Дэдпул Все же Дэдпул Он любой Он крутой В любых Ракурсах Поэтому ребята На этом мы Уже будем Заканчивать Знаете что Я даже думал Устроить какой-то Летсплей С этой командой Потому что Команда Действительно Крутая Скачать какую-то Карту Или сделать Самому И устроить Даже установить Какие-то моды Или еще Больше команд И сделать Летсплей Супергеройский Летсплей Вот ребята Как вам такое Название Как вам такая Идея Супергеройский Летсплей На 10 20 Или 30 Серий Хотите ли вы Чтобы мы Такое сделали Вот честно Ребята Если мы Наберем 2500 лайков Я об этом Задумаюсь И так же Можем выпущен Новый Летсплей В ближайшие Дни Если вы Конечно Этого Хотите Ребяток Я еще раз Вам повторю 2500 лайков Выходит новое Видео Чем быстрее Мы сможем Их набрать Тем быстрее Выйдет Новое Видео Также Подписывайтесь На мой канал Каждый Подписчик Для меня Как друг Поэтому Я всех Вас приглашаю Вступить В нашу Дружную Семью Подписчиков Я прошу На меня Потратить Всего Лишь 2 секунды Одну Чтобы поставить Лайк И другую Чтобы подписаться На мой канал Я этому Буду Очень сильно Рад Если вы Вот это Сделаете Потому что Вы делаете Для меня Реально Много Чего Также Я говорю Спасибо Тем Кто досмотрел Видео До конца Вы Офигеть Какие Молодцы Не каждый Досматривает Видео До конца Если вы Досмотрели То прям Уважуха Вам Вы Крутые Ребята Не расстраиваемся То что Видео Заканчивается Потому что Мы встретимся В следующем Видео Когда Оно Выйдет Всегда Приходите Смотреть Новые Видео На моем Канале Они Выходят Каждый День Поэтому Ребята Я всегда Вас буду Рад Видеть Если Вы Конечно Придете Еще Раз Скажу Большое Спасибо За Просмотр Всем Удачи И Всем Пока